Переулок Безымянный 7. Трехэтажный дом закрыт строительными лесами. Рабочие уже поменяли кровлю. Теперь приводят в порядок фасад здания. Ремонт в доме проводится на средства муниципалитета. Жильцы дома создали ТСЖ и уже 8 лет сами занимаются обслуживанием своего дома. Теперь планируют собирать средства и на капитальный ремонт трехэтажки. Счет у нас открыт. Деньги будут аккумулироваться. Мы самостоятельно будем благоустраиваться. Надеюсь, город нам в этом будет помогать. Хотим сами, по-хозяйски, собирать деньги, аккумулировать их на счете и уже пользоваться на свое усмотрение. В планах жильцов отремонтировать инженерные коммуникации, построить современную детскую площадку и высадить цветы и кусты на придомовой территории. По словам людей, они хотят, чтобы их жилье было и красивым, и комфортным. Неравнодушны к состоянию своего дома и жители этой пятиэтажки на улице Невской. Здесь тоже идет ремонт. Город оказал помощь в финансировании работ. Ведь жилищное законодательство гласит, муниципалитет должен помогать тем собственникам жилых помещений в ремонте дома, которые создают товарищества собственников жилья. При этом активно участвуют в обслуживании здания, внедряют энергосберегающие технологии, ремонтируют подъезды, коммуникации и благоустраивают территорию. Сформированы на уровне муниципальных образований и районов группы мониторинговые, которые как муниципальный жилищный контроль, так и учет, народный контроль, которые сегодня смотрят именно за состоянием внутренних коммуникаций, состоянием квартирного жилого дома. И, соответственно, в рамках этих мероприятий мы будем содержать квартирные жилые дома, ремонтировать. Региональная программа капремонта жилых домов будет действовать до 2042 года. В Край уже создан региональный оператор, который будет заниматься сбором средств с граждан. Эти деньги ежегодно будут перечислять муниципалитетом для приведения в порядок жилого фонда. Уже в декабре сочинцы будут отчислять на капремонт по 5 рублей 32 копейки с каждого квадратного метра собственного жилья. Эти деньги будут аккумулироваться на счету региональной компании или конкретного дома. Впоследствии эти деньги будут использоваться на проведение работ. В конце февраля администрация города планирует посмотреть динамику поступления средств и определить, какие дома будут приводиться в порядок в 2015 году.